Здравствуйте! Мы на канале Европлат.Лайф. Сегодня мы находимся, как ни странно, не в Японии, а по-прежнему в Санкт-Петербургском ботаническом саду имени Петра Великого. И с нами сотрудник ботанического сада Лариса Мусинова, просветительский отдел. Сегодня она расскажет вам про практику создания японских садов, а точнее про курсы, которые открывает ботанический сад уже не первый год. Да, действительно, 7 декабря у нас начнется очередной курс. состоящий из 12 занятий, продлится до 15 марта. Всех желающих мы приглашаем узнать, как правильно создавать сады, как это принято в Японии, и побольше узнать о культуре японских садов. Это сейчас очень модная и актуальная тема. Как ни странно, очень многие наши зрители пытаются воссоздать японские сады в Ленинградской области. И как мы видим на примере вашего сада, это вполне возможно. Возможно, просто какие-то другие растения будут, растения не те, которые растут обычно в Японии, а аналоги. То есть мы не будем выращивать здесь бланевидные клёны и какую-то природу именно типичную для Японии. Но, в принципе, наверное, это предполагает какие-то замены, и эти курсы позволят узнать, какие растения можно посадить. И растения, и техника устройства, и правила. Там очень много символов, символизма. То есть об этом расскажут и специалисты, которые работали не один год в Японии, изучали практику создания японских садов. Нашему саду не много лет. Нашему саду всего 10 лет. Ботаническому саду. 10 лет – это показательно. Для японских садов это совсем ребёнок. Японские сады создаются столетиями. По 300, по 400 лет. И когда уже проходит, конечно, много десятилетий, тогда уже можно по праву ими гордиться. Но мы гордимся и нашим малышом. Я думаю, что для Ленобласти 10 лет до японского сада достаточно много. Вряд ли у нас кто-то ещё сможет похвастаться таким садом. По меркам нашего климата это достаточно много. Годы уходят не только на растения, на рост растений, но и доведение до совершенства каких-то объектов в саду. То есть это и ландшафтный дизайн, и архитектура, и планировка, и фэн-шуй. Я смотрю, в вашей программе есть очень много интересных слов, которые даже невозможно воспроизвести. Син-суэ-тай, син-гё-сё. Обо всём об этом расскажет уже ваш специалист. Да, дипломированный специалист Наталья Петровна Бурмистрова, которая ведёт этот курс уже не один год. И люди стремятся попасть именно к ней, к этому специалисту, потому что очень хорошо владеет терминологией японской и в то же время знает очень много о ботанике. А насколько рассчитана эта программа? Я смотрю, у вас обозначен 19-20 год, то есть это достаточно большой курс. Ну, это длительный курс из 12 занятий, плюс к теории подключается практика. Несмотря на то, что зима, вроде бы снег, но на практике наши студенты, так будем их назвать, ученики, будут иметь возможность прямо в зелёном домике на маленьких моделях научиться создавать японские сады. То есть, в принципе, несмотря на зиму, получить достаточно большую теоретическую базу? Да, и практическую. Да, и практическую. Но это рассчитано на какого-то подготовленного человека? Или у вас рассчитано на ландшафтных дизайнеров? Или, в принципе, может любой любитель прийти и получить знания без подготовки предварительной? Да, любитель, если он ещё умеет самообразовываться и дополнительно изучать литературу, естественно, может любой заняться этим, лишь бы было желание. А в конце курса все получают дипломы, сертификаты. Диплом? Прекрасно. То есть, да, сертификаты. О том, что он прошёл именно практику создания японских садов. Во-первых, это будет интересно для ландшафтных дизайнеров, которые работают в Ленобласти, поскольку это действительно такие знания, которые, наверное, невозможно получить больше нигде в Петербурге, кроме как в Ботаническом саду. Да, очень глубокие. Приглашаем вас. Канал Ярва Плант приглашает вас в Ботанический сад на цикл лекций о японском саде. Приходите, ждём вас. Оставляйте ваши комментарии. Я обязательно передам специалисту, который будет читать лекции. Возможно, темы, которые вы хотите услышать, будут более подробно рассмотрены. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!